Предъявили счет за отопление, поданное в 2014-м. В интернете появились фотографии сообщения от управляющей компании «Авангард» жильцам, мол, в их квитанции за октябрь были добавлены до начисления за теплоэнергию, которую они получили еще два года назад, то есть в октябре 2014-го. Как реагировать жителям на подобные сообщения? Платить или нет? Сам автор текста сообщения, подписавшийся как администрацию управляющей компании «Авангард», ссылается на некое решение арбитражного суда от 9 марта. Нам удалось связаться с директором фирмы Татьяной Мухиной. То, что ее организация распространяет подобные объявления, подтверждать или опровергать она не стала, а от официальных комментариев отказалась, лишь отметив по телефону, что если у жильцов есть какие-либо вопросы, мол, пусть напрямую обращается в «Авангард» в индивидуальном порядке. Однако, стоит ли им это делать, мы решили уточнить у представителей городских властей, отвечающих за сферу ЖКХ. Во-первых, если решение суда от марта 2016, как минимум «Авангард» должен был это сделать в апреле, в мае. Почему он сейчас это выставляет в октябре 2016, когда он вообще уже не имеет права выставлять такой танцы? Напомним, что в конце августа жил фонд, некогда обслуживаемый «Авангардом», был перераспределен по итогам аукциона. И в течение месяца, то есть задолго до наступления октября, должен был перейти к другим управляющим компаниям. Да и за октябрь 2014-го «Авангард» тоже не вправе требовать жильцов какой-либо платы, отметила Альфия Романова. Он везде говорил о том, что он приступил к управлению с 1 ноября 2014 года. В октябре они говорят, что они даже счета не выставляли в тот период. А потому жителям переживать не стоит и следует просто игнорировать подобное объявление. К слову, с Альфией Романовой нам удалось встретиться на региональном семинаре для специалистов ЖКХ. Проводил его эксперт из Москвы Ирина Маликова. Челнинским коммунальщикам, а также их коллегам, прибывшим из Казани, Альмедевска и Нижнекамска, она дала подробные разъяснения и рекомендации по нововведениям как раз в системе расчетов. И в целом по изменениям в законах, вступающим в силу с 1 января. Тагир Закиров, Ольга Ефремова, РЕН-ТВ, Набережная Челная.